Добрый день, многоуважаемые зрители! Вы сегодня находитесь снова на канале Март Лайф, а мы предлагаем очередной выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды». Итак, тема выпуска такая. Алла Пугачёва вернулась в Россию. Лайма Вайкула в полном восторге. О чём речь спросит иной зритель? Как известно, на днях умер модельер Валентин Абрамович Юдашкин. Похороны состоялись 6 мая на Троекуровском кладбище. Десятки, если не сотни звёзд шоу-бизнеса, приехали проститься с популярным кутюрье. Олег Газманов, Наташа Королёва, Владимир Винокур, Николай Басков, Александр Розенбаум, Александр Буйнов. Имена можно долго перечислять, но, как написали в СМИ, всё внимание было приковано только к одному человеку – Кали Борисовне Пугачёвой. Журналисты с восторгом написали о том, что Примадонна вернулась в Россию. Примечательно, что, как написала газета «Московский концомолец», журналистов заранее предупредили, что прощание с Валентином Юдашкиным пройдёт в закрытом режиме. Проводить видео и фотосъёмку категорически запрещено, как в траурном зале, так и на кладбище. Таково было пожелание родственников. Однако, обратите внимание, какое количество фотографов выстроилось в ряд. Представителей средств массовой информации было, наверное, больше, чем звёздных гостей. Вот, посмотрите, даже на фотографии с левой стороны идёт фотограф, сзади полиция, впереди медийные персоны. В общем, все вместе идут в одной траурной процессии. Конечно, возникает закономерный вопрос, а как же категоричный запрет на видео и фотосъёмку? Как отмечает газета «Московский комсомолец», за обстановкой следили десятки крепких мужчин. А ещё в этот день Троекуровское кладбище охраняли сотрудники госполиции и Росгвардии. Более того, по территории Погоста курсировали специальные машины с надписью «Наряд реагирования». Однако, как отмечает газета, реагировать было не на кого, потому что мероприятие прошло спокойной, довольно демократической обстановке. В общем, из похорон сделали очередную сенсацию. Ну, а журналисты и блогеры писали кто во что гораст. Так сообщали, что Али Борисовне к могиле Юдашкину пришлось пробираться через звёздную толпу. В какой-то момент даже якобы началась драка. В общем, звёзды чуть ли не набросились друг на друга. И вот в такую давку попала Примадонна. Однако толпа быстро вынесла её к нужному месту. Слава богу, всё закончилось без происшествий. Ну, в общем, журналисты и здесь попытались хайпануть по полной программе. В действительности, как говорят очевидцы, всё проходило очень спокойно. Звёзды по очереди бросили горсть песка на могилу и потом молчали в тишине. Правда, Наталья Королёва о чём-то щебетала с подружками. Ай-яй-яй. Мол, могла бы попридержать свой язычок. Владимир Винокур тоже не угодил блогерам. Беседовал с какими-то знакомыми. Но настоящий фурор произвёл Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента и замглавы администрации руководителя России. Он совершил настоящий подвиг. Не только поговорил с Аллой Борисовной Пугачёвой, но даже якобы поцеловал ей ручку. Хотя, как заверяют СМИ, никто из звёзд больше не общался с Примадонной. Все её сторонились. Невероятная обиженная Алла Борисовна покинула Троекуровское кладбище одной из первых. Причём Ройс-Ройс подъехал прямо к участку, где располагается могила Юдашкина. Крутую тачку подарил ей молодой супруг. Алла Борисовна села в машину и уехала, ни с кем не попрощавшись. То есть уехала по-английски. Многие, кто уехал из России, осудили Аллу Борисовну за то, что она вернулась. Но только не Лайма Вайкулая. Известная ещё с советских времён латвийская певица с восторгом восприняла новость о том, что её подруга Алла Борисовна приехала в Россию. Лайма Станиславовна дала интервью одному блогеру на Ютубе. Она сказала, что похороны Юдашкина – это прекрасный повод вернуться в Москву. Хотя, по словам Вайкулы, Алла Борисовна совсем недавно принимала модельера в Израиле, где сейчас живёт певица. Но, как выяснилось, Алле Борисовне очень жарко в Израиле. Вот она и решила вернуться домой. Климат неподходящий. Примадонна предпочитает климат северных широт. А всё потому, что у неё проблемы с сердцем. Как писали СМИ, на сердце Примадонны было сделано несколько операций. Что ж, здоровье – это действительно хороший повод вернуться домой. В любом случае, гадать, наверное, нет смысла. Как говорится, поживём – увидим. Ясное дело, что Алла Борисовна совершенно непредсказуемая. Вот решила вернуться в Россию и вернулась. Как говорится, всем врагам и всем хейтерам на зло. Кстати, в последнем интервью Лайма Вайкл уже особо никого не критиковала. Она не только не рассказывала о том, как кормила СССР, но с восторгом вспоминала о своих гастролях по великой необъятной стране, которая, как известно, занимала одну шестую часть суши. Так писали во времена СССР. В общем, мы не удивимся, если Лайма Вайкл вскоре тоже окажется в Москве. Например, чтобы навестить Аллу Борисовну Пугачёву. В любой момент Примадонна может позвонить Вайкл и сказать «Мне плохо, приезжай». И тогда Лайма Станиславовна приедет в столицу России. Ну, а услышав упрёки в свой адрес, она скажет так «Кто старое помянет, тому глаз долой». К тому же, что взять со звёзд шоу-бизнеса, несут порой такое, что хоть святых выноси, как говорится. В общем, остаётся только ждать, когда же Лайма Станиславовна навестит Аллу Борисовну. Интересно, встретится ли Лайма Вайкл с Дмитрием Песковым? Как бы там ни было, пожелаем двум подружкам здоровья и долгих лет жизни. Кто знает, может быть, мы снова увидим, как они вдвоём выступают на сцене. Как говорится, ещё не вечер. Ах, верни Саш, ах, верни Саш, ну и так далее. Итак, многоуважаемые зрители, вы смотрели очередной 163-й выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды». Тема сегодняшнего выпуска была такой «Алла Пугачёва вернулась в Россию». Лайма Вайкл в восторге! Напоминаем, что вы находитесь на канале Март Лайф. Растёт количество подписчиков. Спасибо вам всем большое за это. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, отсылайте это видео и другие своим знакомым, друзьям. Кроме того, напоминаем, что на канале много ещё видео различных. Смотрите и оставайтесь с нами. А сегодня у нас 7 мая 2023 года. Пока! Всем привет! В том числе Али Борисовне и Лайме Станиславовне.